Планах у нас разбавить это видео немножко экстримом. Итак, друзья, уже надо поставить лайк и подписаться на канал. В общем, прослезился по дороге. Очки надо надевать. Наша Машенька как истинный скалолаз. Всем привет, друзья. Всем привет, ребята. Всем привет, друзья. Вы на канале Билет Мечту. Всем привет. И с вами, как обычно, Юрий и Ольга. Этот выпуск мы решили начать на пляже Дагомыс. И скоро вы узнаете почему. Далеко по пляжу ходить не надо. Сделав несколько шагов, я думаю, вы понимаете всю атмосферу отпуска, отдыха, которая царит на нашем пляже. Сейчас на пляже Дагомыс мы долго задерживаться не будем. Сегодня у нас в планах поехать в горы. Давненько мы там не были и в планах у нас разбавить это видео немножко экстримом. И мы обязательно посетим сегодня одно новое для нас место. Так что не переключайтесь, не переключайтесь. Смотрите этот выпуск до конца. Ни для кого не секрет, что лето это маленькая жизнь. Даже песня есть с такими словами. Лето у нас всегда ассоциируется с отпуском, с отдыхом, с морем, лагерь, санаторий. В общем, такая тусовка. И мы, кстати, не исключение. К нам также летом приезжают наши родные и близкие. Вот мы и подошли к ответу, почему этот выпуск мы начали на пляже Дагомыс. Все очень просто. Рядом находится ЖД вокзал. И сейчас мы идем встречать туда наших роднулек с Дальнего Востока, с Благовещенска. Да, приезжает моя сестра с мужем и дочкой. Мы ждем с нетерпением встречи. Вон, 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 вижу. Алексей, Наташа и Машенька. Мы вместе проведем этот день. Сделали первую остановку на краю земли. Называется это место, а именно кафе. И я сейчас покажу, с какими видами здесь можно покушать. Можно посидеть, что-нибудь себе заказать. Собственно, вот такие виды. Отсюда на реку Шахе, на эти горы. Новое место, которое мы сегодня хотим посетить по направлению в Салахаул, это Салахаул парк. Там мы ни разу не были. Посмотрим, что это за парк и чем там можно заниматься. Здесь на остановке, насколько я понимаю, можно узнать стоимость билетов. На чем можно покататься. Также отсюда, если вы приехали на автобусе, купили билеты, вас отсюда заберут на вот этих газелях и отвезут прямо в парк. Несмотря на будний день, там довольно-таки много людей, я не буду туда заходить, мешать. Цены все можно посмотреть в интернете. Набираете Салахаул парк и смотрите, выбираете то, что вам нравится. На вот этой газели нас сейчас отвезут на исходную позицию. Насколько я понимаю, вон туда, на вершину этой горы. И оттуда мы уже помчим. И лететь нам придется вот над этой пропастью. Под нами будет река. И неизвестно, какое расстояние до нее. Газелька нас высадила в определенном месте. И мы уже по стрелочке с Алексеем вдвоем чешем. Навстречу нашим приключениям. Да, билеты не терять. Надеюсь, он у меня никуда не улетит во время полета. Остаются считанные шаги. И мы, я так понимаю, на исходной. Мама дорогая. Юра, во что ты вписался, а? Прежде чем надеть экипировку, необходимо взвеситься. Левая рука. Угу. Правая рука. Окей. Полете спины назад не отклоняем. Руки в ноги особого стороны не разводят. И так, друзья, уже надо поставить лайк и подписаться на канал. А мы помчались. Вот это огонь. Ну что, мы красавчики. Сделали это. У меня аж слезы потекли. В общем, прослезился по дороге. Очки надо надевать. Но было супер. Как на мотоцикле, только по воздуху. А отсюда нас забирает та же газель, что и отвозила на старт. Возвращаются наши смелые парни. Ну что, как впечатления? Да вроде нормально. Штанах сухо. А они сухие, все нормально. Стоит, стоит. Стоит, да? Может, ты меня не будешь материть? Тут говорят, и лежа можно, еще как-то. И стоя, и на сноуборде. Короче, масса впечатлений. Сейчас поедет следующая партия. Пошел наш герой. Ну, собственно, вот так же и мы улетали в космос. Наш полет стоил нам 2000 рублей на человека. Это сидя. А если лежа или на сноуборде, там цена немного отличается. По-моему, будет чуточку дороже. После полета садимся в автомобиль и едем уже в сам Солохоу парк. Солохоу парк. 4 километра по расстоянию снизу мы преодолели. И на въезде в сам парк. Сейчас нам откроют парковочку. Оставим свой автомобиль. Да, здесь находится тасса. Входной билет на взрослого стоит 500 рублей. Детям до 7 лет бесплатно. Нет, до 14 лет бесплатно. А, до 14, да, извиняюсь. Вот здесь есть цены. Можно походить погулять, что-то... Да, выбрать себе какой-то аттракцион. Да, входной билет, кстати, входит чаепитие с блинами и вареньем домашним. Первым делом мы отправляемся посмотреть на чайные плантации и, по всей видимости, оттуда отправляются воздушные шары. А подниматься нам надо по таким гигантским ступеням, которые были сделаны для Кинг-Конгов. Какие же виды открываются, захватывает дух. Стройными рядами растет чай. Горы, макушки которых в облаках. Ну, не сказка ли, друзья? Я думаю, только из-за одного вида стоит сюда приехать, посидеть здесь, отдохнуть, подумать о насущном. И, кстати, посидеть и подумать как раз-таки можно на вот этих эко-лавочках. Здорово придумали. Да, и я думаю, отсюда смотрят, как поднимаются и улетают воздушные шары. Вон, кстати, корзина. Туда, я так понимаю, садят людей и поднимают уже вверх. А еще здесь можно покачаться в этом замечательном гамаке в тени дерева. Есть, смотрю, еще и огромная качеля. Там можно человек 5-6 точно усесться и аккуратно, весело покачаться. А так, вблизи уже выглядит корзина, которая, если вы здесь будете, отправитесь на воздушном шаре, выглядит. Я так понимаю, здесь можно вчетвером, да, скорее всего, вот эти лямки они держат. Но это я так фантазирую. Кто знает, можете написать в комментариях, как это все происходит. Здесь, как запускают шары в свободное плавание, так сказать, по утрам и вечерам, также днем, сегодня, по-моему, в 4 часа дня, будут запускать шар на веревке. Я так понимаю, вот он привязан. Веревка довольно-таки длинная. Я смотрю, она привязана к вон тому огромному дереву. Ну и, собственно, вот так выглядит плантация чая уже вблизи. А вот так выглядит муравейник на чайной плантации. Я смотрю, как они вцепляются в руки, защищают свои угодья. На въезде в парк есть карта, где вы можете остановиться и посмотреть, как здесь расположены различные локации. Кстати, также есть кафе, туалет тоже присутствует. Сделав несколько шагов, мы видим, как девушка преодолевает веревочную лестницу. Смотрите, какое обмундирование, шлем, все по-серьезному. Так выглядит аттракцион. Подушка, вы по ступенькам поднимаетесь вверх и спиной прыгаете вниз. И так два раза. А сразу за подушкой мы видим скалодром. Здесь также можно полазить и также есть свое обмундирование. А вот это веревочный парк. Вот здесь учебная зона, здесь вас оденут, проинструктируют. И вот туда по кругу, вот так интересно это все происходит. Я уже в Кисловодске прошла такие испытания. Что-то здесь у меня уже желаний нет. Как вы думаете, что это за интересный терем рядом с пикниковой площадкой? Так сразу и не догадаешься. Лавочка для отдыха на самом же деле. Это туалет. Супер сделано все в эко-стиле. Зеркальце, мыло, водичка. Посмотрите, как все оригинально. Молодцы. Территория парка не маленькая. Есть зеленые лужайки. И вот так вот здорово можно полежать на пледе совершенно безвозмездно. Можно занимать абсолютно любой. А так выглядит кафе в Солохоу парке. Какой огромный терем сделан в эко-стиле. Просто какой-то шедевр. Ну а цены вы можете увидеть сразу на входе. Ставьте на паузу и запоминайте. Здесь также все выполнено в эко-стиле. Здорово здесь все исполнили. Столы, сидения из поддонов. Покушать можно как внутри. Также можно покушать и на свежем воздухе. Но и при желании можно подняться еще и на второй этаж. Тут также имеется отличный зал с хорошим видом. После отдыха на пледе в тени деревьев мы переместились за стол, где выпьем чайку с блинами, которые входят в стоимость билетов. Чай и блинчики не заставили себя долго ждать. Я уже попробовал этот вкуснейший блин. Он просто тает во рту. Еще и с замечательным вареньем. Ароматный чай. Кстати, очень похоже как в усадьбе Кошмана. Наша Машенька как истинный скалолаз. Как же здорово у нее получается передвигаться. Обмундирование у нее все по-серьезному. Шлем такой. И это еще не конец. Машеньку ждет еще одно серьезное испытание. Пройти по висячим бревнам. Ну, я смотрю, она с легкостью, с улыбкой на лице преодолевает эти препятствия. Еще один аттракцион. Качеля Тихоход. Довольно-таки небыстро она едет. Еще в парке можно покататься на таком БТРе. Собирается около 5-12 человек. И можно погонять на нем по лесным дорогам. Стоимость на взрослого человека 1000 рублей. Проходим инструктаж. У вас препятствия, где в основном под ногами что-то есть. Я жду, пока он пройдет и поднимаюсь, да? Да-да-да, когда он узнает следующий. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, в принципе, и этим все сказано. Если этот выпуск вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Ну, а мы, как всегда, желаем вам крепчайшего здоровья, отличного настроения. Путешествуйте, ходите в походы, оно всегда того стоит. А мы увидимся в новых выпусках. Всем пока! Всем пока! И обязательно канатный парк в кроссовках! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok